Всех с добрым утром! Вас приветствует Багира на канале Дневник Багиры. Сегодня суббота, 3 июня 2023 года. Сегодня очень великий церковный праздник. Родительская. Нужно поменять близких, родных, усопших людей, посещать кладбище. Завтра у нас троица. У русских, это у русских, у чуваши сегодня троица. Субботом они уйдут на кладбище. А я, как всегда, девочки, еду на работу. Скажут, что не улыбается? Да улыбаюсь я. Что мне не улыбаться? У меня все пучком. Погода шикарная, жары нет. Градусов, наверное, 18-20. Куртку не стала одевать. Встала во сколько я сегодня встала? Во сколько я встала? Во сколько же встала? Я уже забыла, во сколько я встала-то. Сейчас в 4 или в 5, может быть. Вообще выехала из головы. Я думала, в 4 где-то, в 4, да. В 4 я встала. Я думала, что... Какой-то сигналик, не знаю кто. А, я думала, Коля сегодня у меня и на работу пойдет. Такая деловая. Я, короче, ему обед положила, девочки. Завтрак ему приготовила, блядь. Все эти дела. Ладно, кофе не налила, а то бы остыла. И, короче, он спит и спит. Время 5-й час, полпятого. Он спит и спит. Думаю, у меня херанса. Что-то он, думаю, спит как-то. Не в привычном мне было. Подхожу, говорю, ты что, сегодня не работаешь, что ли? Он говорит, этот... Ну, он пойдет сегодня на колын. Хрошу доделывать. Или Коля, говорит, позвонит. Пойду, говорит. А я-то думала, он уже привыкла. Уже как бы по субботам работает. Вот. А сегодня у меня мужчина, дедушка-пациент. В больницу еду, девочки. Я вчера уже говорила, озвучила его в своем эфире. Всем спасибо, конечно же. Всем благодарна очень за комментарии, за поддержку. Меня, моего канала. Что-то хотела сказать. Что-то пока туда-сюда. Сегодня надо, надо, этот... Столешницу, девочки, хочу посмотреть после работы. Там же. Столешницу. Сыну надо будет позвонить, когда проснется после восьми часов. Попросить, чтобы за мной заехал, короче, на вот эту больницу. И поехать, этот, в Столешницу посмотреть. Если все нормально, приобрести ее. Ну, стол-то надо делать, девочки. Но ноги тоже привезенные. Еще краску надо маленький флакон купить. Там еще подкрасена краска, кстати. Там местами даже этот... Питалась в этот... В чугун. В ноги. Местами. И как бы не прокрас. Поля вынесет на улицу, а там прокрасить недолго. Раз-раз и все, и на матрас. Сегодня после работы, наверное, приеду. Пойду я возьму мыло в хозяйственные дома. С ведерком. Пойду этот, как его, окно мыть. Там, в квартире. Угу. Потом Коля скажу, чтобы прибила эту гардену. Я 6-го числа куплю 40 девочки туда, в ту квартиру. Повесим. В зал. Вот. Что еще? Ну, и все, наверное, взяла с собой, короче. Этот. В качестве обеда там перекос и йогурт взяла. Одну штуку там с клубникой, земляникой. И компотик 0,5. Уже остатки роскоши. Надо сегодня будет готовить компот. Поехать. Хотела воды взять, бутылку 0,5. Ну, что я буду воду таскать? Пойду, зайду в магазин и куплю. Правда. Жары у нас нет. Я не знаю, в июне будет жара или не будет. Даже не знаю. Вчера позвонили, опять приглашали в Казань. Там уже, короче, ну, другой адрес и другая пациентка. Ну, тоже в однокомнатной квартире. С больной нужно проживать, девочки. Ну, знаете, что-то меня не тянет. И опять же, бессменщица целый месяц. Но там зарплата повыше на 5 тысяч. Вот туда, куда надо было за 40 тысяч, я там отказалась. Тоже в однокомнатной квартире. Там с деменцией. И тут с деменцией. И там, нет. Тут без деменции. После она инсульта, она лежача-ходяча, но без деменции. А там со сломанной шейка бедра за 40 тысяч с деменцией. Я сказала, нет. Позвонила, короче, сказала, не могу. Да. Не знаю. Тут еще до 13-го надо, до 13-го там уже быть. Привет. Не знаю. Ничего не могу сказать. До 13-го тут еще 7-5 на неделю у Багера. Все может измениться, поменяться.